продолжаю показ розочек светлых оттенков и начинаю с розочки аспирин и многие конечно знают она у многих растет и многих радует 1997 года тантао германия флорибунда едва раскрывшись особенно в холодную погоду цветки имеют розовый оттенок в центре позднее становится он чистого белого сияющий даже белого цвета цветки появляются в огромном количестве и хотя цветочек мелкий всего 4 6 сантиметров но так как их много то весь куст покрыт цветами лепестки хорошо осыпаются поэтому костик всегда свежий и опрятный куст хорошей формы раскидистый густой что в ширину что в высоту у меня он где-то метр десять сорт очень устойчив к заболеваниям и к дождю аромат слабый моден блажь красавица розочка 1988 года канатка шраб цветки красивого бледно розового цвета махровые с множеством мелких изогнутых лепестков причем такие резные у нее лепесточки форму держит долго до двух недель цветки появляются по одному и в кистях до шести штук цветет до первых морозов повторно цветущие если не укрывать ее а она четвертые зоны по зимостойкости и выдерживает мороз до минус тридцати пяти то она вымерзнет до уровня земли но очень быстро отрастет и регулярно цветет поэтому розочка конечно хороша в наших условиях подмосковья это просто незаменимый сорт который не боится морозов а если подмерзнет то моментально быстро отрастет до высоты метр десять кустик прямо стоячий цветочки не паникают запах конечно легкий но красоты цветочки необыкновенный иногда мне кажется что они просто состоят лепесточки из перышек ставить они такие примут легкие цветочки воздушные просто приятные на цвет куст прямо стоячий не подмерзает можно даже без укрытия его содержать все равно он будет красивым и быстро отрастет канадочка просто неубиваемая заслуживает нашего внимания и расти в наших садах следующая розочка джеймс галвей красавица тоже остинка 1985 год великолепный крупный куст с длинными изящно паникающими помегами почти без шипов это очень сильная и здоровая роза цветки у нее крупные 12 14 сантиметров еще и густо махровые цвет такой теплый розовый в центре краям цветка переходит в бледно-розовый почти белый запах розы средний нежный куст вырастает очень высокий широкий раскидистый у меня где-то метр двадцать и такая же почти ширина первое цветение наступает в июле цветет обильно 3-4 недели а потом наступает повторное цветение до заморозков она цветет очень красивая роза очень устойчиво к заболеваниям и к дождю крокус роз цветочка который розочка которая у многих в садах конечно 2000 год тоже остинка красивый цветочек нежно абрикосового цвета бледнеющий до кремового края приятно пахнет чайной розой сейчас она пока маленькая но постепенно вырасти должна густой и сильный куст диаметр цветочка 10 12 сантиметров хорошо зимует эклер это розочка чайно-гибридная гранди флора франция 1883 года цветочек крупной 10 13 сантиметров роза срезочная высокая метр пятьдесят ширина 60 компактная аромат средний устойчиво к дождю кристалл розочка тоже светленькая такая красавица очень хорошо держит дождик очень устойчивая к заболеваниям германия 1979 год флорибунда соцветник цветет цветение в течение всего сезона а это розочка уже такая мандаринового светлого мандаринового цвета лиандр тоже остинка 1982 года прекрасный куст высокий может даже до 180 ума у меня пока метр двадцать цветочки конечно такие ярко абрикосовые потом они конечно бледнеют когда уже отцветают не крупными 6 8 сантиметров запах очень сильный фруктовый сувенир баден-баден это роза конечно красотуля такая кордос германия 2000 год пятая зона чайно-гибридная но какой красивый у нее цветок цветочек крупный 9 12 сантиметров густо махровый кремово-розового цвета и с более светлыми крайними лепестками аромат нежный нежный с нотками муската и мандарина вот такой цветочек отцветает такой вот он цветет в самом расцвете своего цветения красивый когда зацветает красоты необыкновенной куст вертикальный